Тип используемого растворителя может оказывать огромное влияние на ту или иную реакцию, протекающую по механизму SN1 или по механизму SN2. Сначала рассмотрим полярный протонный растворитель. Полярный протонный растворитель благопрепятствует механизму SN1. И давайте рассмотрим для примера полярный протонный растворитель, которым, конечно, является вода. Итак, вода — полярная молекула. Мы знаем, что кислород является частично отрицательным, и знаем, что этот водород здесь частично положительный из-за разницы в электроотрицательности. И можем считать воду протонным растворителем, потому что этот протон здесь присоединён к электроотрицательному атому, который представляет собой кислород. Это означает, что вода относительно легко отдаёт протон в раствор. Если вода отдаёт протон, вы получите, конечно, OH минус гидроксид анион. Итак, вода — это полярный протонный растворитель. Что, если оторвать один из этих водородов и поместить на алкильную группу вот сюда? Теперь у нас РОН, вот так. Конечно, это спирт. И спирты также относятся к полярным протонным растворителям, верно? Этот протон вот здесь присоединён к электроотрицательному атому. Итак, спирты могут донировать протоны при подходящих условиях. Для другого примера возьмём карбоксильную кислоту. Если я нарисую карбоксильную кислоту здесь, опять мы будем иметь протон, который связан с электроотрицательным атомом. Итак, этот протон может быть донирован в раствор. Рассмотренные три соединения являются основными полярными протонными растворителями, с которыми вы будете встречаться, и они способствуют СН1-реакциям. Давайте рассмотрим механизм СН1 и выясним, почему полярный протонный растворитель благоприятствует СН1. Если я начну с алкилгалогенида здесь, то получу некоторые R-группы, присоединённые к моему углероду. Итак, у меня углерод присоединён к брому вот так. Первая стадия в механизме СН1 — это диссоциация. Эта неподелённая пара электронов будет переходить на мой бром, что нарушает связь с нашим углеродом. Мы получаем карбокатион. Этот углерод теперь положительно заряжен из-за того, что он утратил связь. Бром вот здесь приобретает неподелённую пару электронов, которая придаёт ему формальный отрицательный заряд 1. Скажем, вода была нашим полярным протонным растворителем. Итак, у нас имеется вода. Мы знаем, что кислород частично отрицательный. У нас противоположные заряды, а противоположные заряды притягиваются, верно? Частично отрицательный кислород притягивается к карбокатиону. Эта неподелённая пара электронов будет притянута к этому положительному углероду. И притяжение противоположных зарядов будет помогать стабилизировать карбокатион. Вспомним, что чем стабильнее карбокатион, тем более вероятно, что реакция будет протекать по механизму SN1. Кроме того, ваш полярный протонный растворитель — вода — может помочь также стабилизировать уходящую группу, так как мы знаем, что водород частично положителен. Итак, вы получите небольшое притяжение между частично положительным водородом или протоном и отрицательно заряженное уходящей группой. Полярные протонные растворители сальватируют и катионы, и анионы. И так как полярные протонные растворители помогают стабилизировать карбокатион, это способствует механизму SN1. Наша вторая группа растворителей называется полярные апротонные растворители. Итак, это полярный апротонный растворитель. Хорошим примером полярного апротонного растворителя является ацетон. Давайте посмотрим на структуру ацетона здесь. Он выглядит как карбонил и две метильные группы, присоединённые к углероду. Итак, это ацетон. Мы знаем, что он обладает некоторой полярностью из-за того, что кислород частично отрицателен, а углерод — частично положителен. Ацетон считается апротонным. Протоны, которые присутствуют в ацетоне, присоединены к углероду, который имеет меньшую электроотрицательность. Итак, он считается апротонным. Это означает, что он не очень хорошо донирует протоны в раствор. В действительности, ацетон может донировать протоны при определённых условиях. Но по сравнению с полярными протонными растворителями, эти протоны на ацетоне не очень легко донируются. Итак, это ацетон. Это один пример полярного апротонного растворителя. Давайте рассмотрим другой пример, и он имеет структуру, аналогичную ацетону. Итак, я возьму серу вот здесь и подставлю её вместо углерода вот таким образом. Здесь серы имеют двойную связь с кислородом, вот так. И у меня две метильные группы вот здесь, другая метильная группа вот тут. И ещё имеется неподелённая пара электронов на атоме серы — это ДМСО. ДМСО, что означает диметилсульфоксид. Диметилсульфоксид имеет также резонансную структуру. Если я пойду дальше и нарисую здесь скобки, и если подумаю о том, какой будет резонансная структура ДМСО, то эта неподелённая пара электронов здесь может перейти на мой кислород. Давайте изобразим, как она будет выглядеть теперь. Теперь наша серы имеет метильную группу здесь, метильную группу. Ещё имеет неподелённую пару электронов. Теперь она связана только одной связью с кислородом. Этот кислород имеет три неподелённые пары электронов, вот так, придавая формальный отрицательный заряд, равный одному. Сера получает формальный положительный заряд 1. Итак, это наша резонансная структура ДМСО. И помните, конечно, что в действительности она более гибридная, и, возможно, резонансная структура слева вносит больший вклад в наш гибрид. Но, вообще-то, я буду использовать эту схему справа для иллюстрации некоторых положений, касающихся полярных апротонных растворителей. Именно эту резонансную структуру справ я буду использовать через несколько минут. Другой пример полярного апротонного растворителя — ДМФА. Давайте продолжим и посмотрим на ДМФА. Структура ДМФА, что расшифровывается как диметилформамид, будет иметь карбонил вот здесь. Затем мы имеем водород и азот. И вот где появляются наши две метильные группы. И неподелённая пара электронов на азоте. Если мы нарисуем резонансную структуру ДМФА, мы увидим, как сильно она напоминает два примера, приведённые выше. Хорошо, эта неподелённая пара электронов на азоте может мигрировать сюда и образовать двойную связь. В то же время эти электроны мигрируют на наш кислород. Это наша возможная резонансная структура. Кислород примет неподелённую пару электронов и приобретёт формальный заряд, равный одному. Неподелённая пара электронов перемещается сюда, удваивает связь между углеродом и азотом. И затем даёт этому азоту формальный положительный заряд, равный одному. Вот наши резонансные структуры ДМФА. Ещё один хороший полярный опротонный растворитель. Итак, полярные опротонные растворители способствуют СН2-реакции. Полярные опротонные растворители способствуют СН2-реакции. Их воздействие связано с увеличением силы нуклеофила, если бы мы подумали о нём. Скажем, в нашей реакции участвуют алкилгалогенид и гидроксид натрия, или что-то подобное. Натрий плюс OH минус. Наш нуклеофил — это гидроксид анион. И полярный опротонный растворитель будет увеличивать силу нуклеофила, то есть гидроксид аниона. Давайте посмотрим, почему. Если взять вторую резонансную структуру из ДМСО, я показал, как эта резонансная структура взаимодействует с натрием-гидроксидом. Давайте посмотрим, что происходит. Я возьму эту молекулу, молекулу ДМСО, и покажу её взаимодействие с обоими ионами. Во-первых, начнём с катиона натрия. Итак, здесь у меня положительно заряженный катион натрия. Затем ДМСО будет взаимодействовать с ним. Посмотрим на эту вторую резонансную структуру. Кислород является отрицательно заряженным. Итак, у меня есть ДМСО, и я не буду заниматься остатком этой молекулы. Я просто нарисую её структурную формулу здесь, так как я хочу увидеть, как отрицательно заряженный кислород, или частично отрицательно заряженный кислород будет взаимодействовать с катионом натрия, верно? Если у меня есть все эти молекулы ДМСО, то они все будут располагаться вокруг положительно заряженного катиона натрия. И они будут сальватировать его, верно? Итак, имеется притяжение между всеми этими противоположными зарядами. И, как говорят, этот катион натрия сальватирован, он окружен растворителем. Это показывает, что полярные опротонные растворители являются хорошими сальваторами катионов. Такое взаимодействие удаляет положительный заряд от нуклеофила, что, конечно, помогает увеличить силы нуклеофилов. Он не связан ионным взаимодействием с натрием, что увеличивает его возможность к функционированию в качестве нуклеофила. И тогда имеется другая причина, почему полярные опротонные растворители способствуют СН2 и увеличению нуклеофильной силы гидроксид аниона. Давайте пойдём дальше и покажем наш гидроксид анион волнистой линии вот здесь. Он заряжен отрицательно. И здесь имеется ДМСО. Мы знаем, что для ДМСО имеется вторая резонансная структура. Это заряжено отрицательно. Сера заряжена положительно. Вы можете подумать, что положительно заряженный сера могла бы сальватировать наш гидроксид анион. И причина того, почему этого не происходит, состоит в стерическом, затруднении. Эти две метильные группы здесь на ДМСО препятствуют тому, чтобы гидроксид анион присоединялся сюда и связывался с положительно заряженной серой на этой резонансной структуре. Полярные опротонные растворители являются плохими сальваторами анионов. Это значит, что наш гидроксид анион находится просто здесь. Он на самом деле ни с чем не связывается, что увеличивает силу нуклеофила. И всякий раз, когда мы увеличиваем силу нуклеофила, мы способствуем СН2-реакции, так как механизм СН2-реакции требует использования сильного нуклеофила. В следующем видеоуроке мы рассмотрим разницу между СН1 и СН2-реакциями. Подытожим всё, что узнали, и повторим то, что мы изучим в этом видеоуроке — влияние растворителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова